всего несколько дней остается до летней олимпиады токио 2020 да именно в прошлом году должен был состояться этот спортивно-международный форум однако коронавирус вносит свои коррективы в том числе и в календарь соревнований с вами константин симонов я немножко кружится голова потому что рядом со мной сейчас находится виталий владимирович дунайцев это призер олимпиады рио 2016 прошло олимпиады летний в составе сборной команды россии по боксу и сегодня мы немножко освежим те воспоминания поговорим о предстоящих соревнованиях нашей команде в том числе находимся мы в парке олимпийский виталик привет начиная наш разговор и горожане вот так вот ну задают вопросы парк олимпийский здесь микро олимпийский там все-таки как-то вот мы почему приняли такое решение решение было как бы ну не скажу даст спонтанно ну нет привязки к микрорайону тут просто так совпало что у нас в городе есть микро олимпийский вот не не привязываясь к этому возле фитнес-центра где уже есть спортивная инфраструктура был кусочек земли до соответствующие то есть на я думаю на микро на олимпийском нету столько места до чтобы сегодня можно было расположить этот парк вот поэтому тут никто к этому не привязывался ну и приняли такое решение на самом да виталий владимирович пять лет прошло срок приличный на самом деле однако все равно вот те воспоминания вряд ли их можно забыть мне будет хочется у тебя поинтересоваться ну какие-то самые яркие ощущения на то олимпиады но на дистанк нет наверно не пьедестал сама обстановка обстановка какого-то наверное праздника хоть нам было вообще не до праздника тем более мы единоборцы у нас вид спорта такой когда ты выходишь ты выясняешь отношения с соперником не в игровой форме так сказать вот у нас чуть-чуть сюда другие чувства в этом отношении но в целом обстановка была праздничная то есть нас провожали очень так с почтями в кремле потом в аэропорту вот туда по приезду уже в бразилию все люди улыбаются все доброжелательные ну в реально обстановка настоящего такого мирового праздника когда все всем улыбаются здороваются знакомятся то есть это ну так вот несколько дней до соревнований до потом уже когда начинается соревнования уже начинается дополнительный мандраж смотришь кто-то где-то выступил в окошко смотришь у тебя еще даже первого боя не было кто-то с медалью идет то есть разные чувства в период олимпийских игр потом когда уже сам начинаешь выходить на бою дополнительно эмоции пожалуйста конечно вот на протяжении трех недель у тебя постоянно ты постоянно на эмоциях у меня еще было дополнительно что я все гонял вес я всегда гонял достаточно нему немало килограмм вот и мне эмоции были особенно обострены потому что ты когда ты голодный уставшие это все воспринимается более жестко голодный зло еще значит обычно говорят слушай вот олимпийская деревня вот этот быт вот уже наши спортсмены сейчас заехали вот расскажи нам как вот был у тебя у меня сейчас русский дом какой-то да насколько я помню был ну получается там все дома в принципе они между собой похожи я уже не помню точное количество сколько их там было ну там порядка там там примеру 50 домов да вот в каждом доме может жить одна команда спортивная сборная имеется ввиду может быть жить несколько зависимость от количества участников то есть если команда большая там да там сборная россия она может в на весь этот дом поселиться если страны маленькие какие там по 2 по 3 страны и как бы они все между собой похожи лишь только смотришь что висят флаги каждая страна вывешивает флаг свой на балкон то есть это там и ты идешь уже понимаешь там сборная россии там армения там германия америка и так далее так далее вот и соответственно ну люди выходят там понимаешь примерно у кого какой язык что там там если слова знаешь там по-итальянски для кого-то может это сказать поздороваться а до сюда коммуникация она происходит непрерывно да я на в любом случае общий язык то английский как бы так на ломаному все на нем разговариваем но все равно как-то поприветствовать так команда на их языке было конечно хорошо слушай вот насколько я помню вот мы после олимпиады общались у вас тогда тоже были какие-то проблемы в том числе я помню как-то тренера твоего там не пускали в олимпийскую деревню кажется вот тоже вот вспомни пожалуйста вот эти события но я в принципе наверно со всеми спортсменами с тем общая что вот были на олимпийских игр до меня еще там до меня постоянно кто-то сталкивается с проблемами это спорт и не все не может идти по твоему плану всегда что-то ведет так скажем не по плану в нашем случае да это был мельдоний это были постоянно вот это страхи что тянут допинге поймают ребята и также в период по олимпийских игр когда кого-то мы мы в первый же день во первых приехали вот мы прилетели допустим вечером разместились у нас уже там 6 или 7 утра сразу звонок мы не поймем еще не знали что что у нас звонок какой-то или что слышно где-то звонит проснулись этом что где по квартире ходим но звонок в дверь открываю допинг-контроль 1 2 взяли но не повезло мне в первый же день не взяли нет на следующий день взяли то есть нас нас сразу встретит допинг-контроль вот я думаю сейчас там тоже пристальное внимание к сборной россии и будут особенно дергать по всем позициям да я будь то допинг будь то там еще какие-то вот я просто к чему задаю вопрос коронавирусные ограничения в коммуникации в передвижении по скажем под и по городу и по олимпийской деревне это дополнительно ну скажем так нагружает эмоционально спортсмена вот ты говоришь меня дергали постоянно вот допинг допинг тесты какие-то там комиссары ну само дергание она как бы не составляла никаких там неудобств да то что кто-то там против тебя и мы как бы к этому привыкли и нас это не смущало именно когда вот эти дергания затрагивает твою там какую-то энергозатратность да то есть у меня получается я гонял вес мне надо было сдать допинг тесты чтобы не издать надо было выпить много воды вот провести там поскольку я этого не хотел не надо было проводить там по пол своего дня то есть вместо того чтобы тренироваться я сидел там пил воду набирал лишний вес как бы и конечно этот сбивала столк очень сильно это злило там дополнительные тем эмоции ты тратил на это вот а которые вещи такие они косвенно где-то проходят там что-то говорят ничего страшного хорошо ты ведь тоже выступал как олимпийский спортсмен из россии нет а вы под флагом выступали были по моему что вот сейчас да вот просто сейчас наша сборная она поедет как олимпийский спортсмен из россии да насколько все таки для тебя лично и в принципе для спортсмена важно все таки вот это причастность там когда на груди есть символ своей страны для всех спортсменов это очень важно и это не громкое слово сейчас да не конечно это и все едут с большим разочарованием то что они не могут одеть там российский флаг костюмы да то что на пьедестале не будет звучать гимн потому что если честно как-то у нас между спортсменами так вот бытует такое чувство что как будто это один из самых важных факторов да когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн твоей страны в чужой стране какой-то отдаленный ты с гордостью стоишь поешь гимн то есть это одно наверное самых главных вещей именно на соревнованиях вот и когда этого нету это конечно большое разочарование для спортсмена это может быть лишает какой-то дополнительной наверное мотивации вот ну спортсмен ни в чем не виноват он шел к этому результату всю свою жизнь чтобы попасть на олимпийские игры и допустим отказаться сегодня ну наверное кто-то примет так мог принять такое решение кто-то возможно его принял сказал я не поеду но я думаю там кого-то за это осуждать что он вот он поехал без флага или не поехал это личное решение каждого никто не отказывается от своей страны от флага от гимна вот ну так сложились обстоятельства виталий варенович вспомни тот миг когда был на пьедестале все-таки груз вот этой ответственности он как-то был сброшен вот это что было за ощущение такое в моем случае на олимпийских играх нет я не чувствовал сброшенный груз потому что у меня мой результат то он не был доведен до конца вот когда ты реально проходишь путь от там тренировочного процесса да да золотой медали тогда да ты стоишь на пьедестале ты на первом месте играет гимн твоей страны ты чувствуешь как бы качество завершенную работу да так или иначе водка в моем случае такого не было на психе я занял третье место я проиграл полуфинальный бой вот был огорчен хорошо но я наверное имею право все-таки задать этот вопрос любителям бокса особенно наверное будет интересно все таки но ты молодой спортсмен и до сих пор в принципе возраст позволяет да или позволял бы наверное все таки был вариант еще одного захода наверно нет это все может быть все что не делается все к лучшему принял такое решение у меня последние годы вот и я на олимпийских играх очень сильно подорвал здоровье то есть у меня в период подготовки у меня по-русски говоря прострелила спина да у меня было две протрузии со смещением спальнилистезом вот и на олимпийских играх когда мы вставали все на зарядку я не мог просто нормально обуться перед тем как идти на зарядку я шел к доктору доктор меня там проминал разминал мазил мама залмазями там тянул и так далее по после этого я приходил в комнату обувался шел на тренировку 3 во время тренировочного процесса если я допустим забывал про травму да так там заигрывался в тренировке вот я мог резко дернуться она опять стреляла я падал мне начинал массажиста доктор как-то там пытаться привести там чувство мою спину там про мять и так далее то есть это было на олимпийских играх все что за кадром остается спортсмен да это было на олимпийских играх вот и там в период подготовки тоже возникали мелкие травмы плюс олимпийский турнир он достаточно длинный я гонял вес и то есть я был в своем весе то есть получается как сказать если более разворачивать мой ответ то когда ты гоняешь вес ты вымываешь там дополнительные там витамины воду там и так далее так далее когда ты тренируешься в этом состоянии чаще всего появляются какие-то травмы вот и когда мы если турнир обычный там это европа мир был ну там неделю максимум 10 дней то есть ты согнал вес ты к этому весу привык в нем отбоксировал соревнования закончились все это был этап времени длительности другой на олимпийских играх это было более трех недель то есть больше трех недель я был в весе тренировался вот и поэтому возникали дополнительные травмы это стресс для организма очень конечно серьезно конечно отсутствие болельщиков потому что заграничных болельщиков тоже точно не пустят местные болельщики тоже там с определенными ограничениями вот опять же наверное для тебя лично важно когда в зале сидят зрители аплодисменты там наблюдают за твоим боксом за твоим искусством или принципе для спортсмена это тоже не такая проблема я не скажу что для спортсмена это как-то особенно важно да и что без болельщиков он выступит как-то по-другому я думаю нет но в целом сама атмосфера до соревнований в том что вот чем она отличается от тренировочного процесса данной тренировки ты в подвале там только там тренеры и спарринг-партнеры соревнования там уже судьи дополнительная там атмосфера болельщики там люди которые ходят вокруг тех делегаты там и так далее так далее то есть это определенная такая спортивная атмосфера до которая дает какие-то дополнительные эмоции эмоции того же волнения вот и если в это убрать конечно наверно может что-то измениться но хотелось бы они принципиально но хотелось бы конечно когда ты выходишь за на соревнования тем более это олимпийские игры и скорее всего они будут один раз в жизни хотелось бы на на полностью прочувствовать эту энергетику до ауру поэтому уже 335 спортсменов из россии будут представлены японии по твоим ощущениям принципе скажем так в последнее время у нас результаты разные тем более нашу олимпийскую команду по легкой атлетике ну сильно скажем так ограничивают но чё ты ожидаешь то будем радоваться да в любом случае будем радоваться как бы за за каждого спортсмена за каждую медаль общий зачет ну конечно важен на самом деле он очень важен но те так скажем подножки которые были поставлены до сборной россии если результат будет не такой который мы ждем но есть на то свои причины да у нас сильнейших спортсменов нету и ну не всех конечно но какие-то сильнейших спортсменов до отстранили и также в мое время на олимпиаде в рио-де-жанейро отстранили легкой атлетику у нас достаточно большое количество медалей там было помп как это что некоторых штангистов лидеров именно вот точность на лидеров по многим видам спорта поубирали поэтому и результат уже от этого храма ну он не совсем будет объективен скажем так скорее всего да пусть другие радуются вы другие рады мы понимают что россия не в лучшем может быть составе и не в полном объеме по команде сборной россии по боксу это тебе ближе это тебе понятно у нас по моему 8 человек до всего мы отобрались получили лицензии ну как тебе в целом отобрали 7 человек всего сейчас вес 8 весовых категорий у нас в 52 килограмма пробел то есть все два килограмма никто не отобрался да ну как тебе в целом сборная даже за счет женщины просто попали насколько помню ну и по женской сборной может быть мы меньшей степени а ну а женская сборная если честно и не расскажу да я узкая сборная тебе знакомо я думаю очень хорошо ну что команда команда сильная вот тут сидеть как-то рассуждать дома по телевизору когда я боксировал с ними я знал да там ребята кто на какие медали может пойти в принципе если брать по результатам прошлых у нас три чемпиона мира медалисты мира медалисты европы команда достаточно неплохая олимпийские игры это своего рода тоже лотерея кому повезет кому не повезет плюс какое-то дополнительное волнение кто-то загорает хоть спортсмены опытные кто-то может загореть тут там подойти плохо травмироваться и так далее так далее там в нашем виде спорта в боксе каждый там второй третий бой он может быть достаточно ровный и там какие-то политические игры могут сыграть свою роль ну и кто элементарно когда вы примерно соперники одной силы кто-то поспал хорошо поел все нормально тому с дома позвонили каких-то проблем накидали той ноги да он очень он очень не спал не выспался вышел что-то перрон пока одумал себя помнился перрон тоже проиграл там и в итоге проиграл и бой поэтому ну давай я так по моему своему они ставят план три золотых медали 3 нету достаточно серьезный результат с ученым конкуренции там все традиционно кубинцы казахи узбеки украинская сборная я думаю может быть одни медаль лидеры да может взяли виталий ты у нас сейчас и депутат но еще и одновременно спортивный функционер вот тут недалеко у нас уже висят наши староскольцы которые участвовали на различных олимпиадах все-таки вот по твоим ощущениям будут у нас еще олимпийцы и конкретно от старого скола ну и от белгородской области вот конкретно если мы говорим вот допустим тот же никита воронов опять же белгородицы но сейчас скажем так он в когорте те кто вот под составом или в составе в расширенной там сборной команды россии я вот поскольку являюсь до спортивным менеджером смотрю уже чуть-чуть другой стороны я думаю спорт безусловно будет развиваться у нас на белгородчине потому что он у нас всегда был в моде особенно единоборство на втором сколе то точно нам нам есть да о чем сказать вот и выплывали тогда когда может быть не было какой-то такой сильной поддержки со стороны региона вот конкретно по федерации бокса я не могу такого сказать у нас очень сильный был руководитель который нас поддерживал помогал на всех этапах то есть начиная начиная с дома что условия домашними условиями да там питание там медикамент и так далее и уже на всех дальнейших этап если такие функционеры будут появляться у нас в область я думаю спорт будет только развиваться хорошо я понял последний вопрос парк олимпийский вот если возвращаясь того с чего начали что-то будем добавлять ну это всех интересует в принципе он хорош состоянии все что нужно здесь есть прогулочная зона детская площадка спортивная площадка вот и наверное о чем нужно сказать то что самое главное что появляются такие объекты в городе это идеологически правильно не потому что там я или мои коллеги по спорту просто в принципе чтобы дети видели что спорт популярен что в моде что им нужно заниматься может быть для кого-то это будет стимулом это посмотрит скажет о я тоже хочу там на факеле чтобы был мой портрет размещен буду тренироваться больше потому что патриотизм спорт здоровый образ жизни духовное воспитание это основные идеологические ценности которые сегодня нужно прививать молодежь отлично спасибо большое это говорит что вы как бы откликнулись желаем нашим спортсменам успеха будем болеть ну и надеяться на на самом деле как это говорится главное не участие главная победа символом до свидания